Девушки отдыхают Брыкается скотина Всем привет, добро пожаловать в обзор 151-го убежища Поехали! Несложно догадаться, что в моих руках FN M249 Mark I от компании A&K Страйкбольный пулемет FN M249 Mark I является копией реально существующего пулемета FN Minimi разработанный в Бельгии, который в США более известен как M249 Soul Он стал прародителем обширной линейки ручных пулеметов западного мира Конструкция страйкбольного пулемета сохранила в себе ту функциональность, которой был призван ее реальный аналог Прочная конструкция, износостойкие кишки, компактность и легкость в обслуживании Но думаю, обо всем по порядку Думаю, начать стоит с самого хвоста Это приклада данного агрегата Mark I имеет нескладной стальной рамочный приклад В торце приклада есть специальный упор для плеча Нужная штука, скажу я вам Особенно, когда стреляешь с рук и на ходу Она легко доступна, держится прочно и просто так сама не выскочит Крышка ствольной коробки металлическая и выполнена из сплава Сама ствольная коробка из стали Пистолетная рукоятка из удара прочного пластика Спусковой крючок из сплава или алюминия, точно не скажу Пластиковое цевьё и стальной внешний ствол Под крышкой ствольной коробки размещен монстр Гирбокс смешанной серии С толстенными стенками и внутренностями от второго и третьих гирбоксов Что делает данного Франкенштейна универсальным в плане запчастей Камера хопапа металлическая, похожа на алюминий Она легко доступна и регулировка её очень проста Достаточно повернуть колёсико Толщина стенок гирбокса, думаю, способна остановить выстрел из РПГ Хотя, скорее он будет поцарапан и утратит свой товарный вид Для того, чтобы закрыть крышку ствольной коробки Надо быть чуть внимательным и по-воедному не хреначить по ней А тихо и спокойно для начала отвести имитацию затвора на пару сантиметров А потом уверенным движением закрыть крышку А аккумулятор спросите, где вы? Аккумулятор прячется у нас в цевье Там настолько много места, что я думаю, туда можно спрятать маленькую портативную атомную станцию Ставить аккумулятор можно двумя способами Сверху и снизу Первым способом это путём снятия внешнего и внутреннего ствола Благо, конструкция пулемёта позволяет это сделать без членовредительства За довольно короткий срок Нажимаем на кнопку сброса ствола Да простят меня любители матчасти И снимаем ствол Нашему взору представляется огромная коробка Где у меня размещен маленький аккумулятор Второй способ менее популярен в народе Но я могу и ошибаться Вставка АКБ производится через снятое цевьё Оно снимается тоже довольно просто Слегка сдвигаем цевьё на себя и тянем вниз с лёгким усилием Вуаля, цевьё отвалилось Почему не рекомендую вставлять АКБ именно таким способом? Ходят слухи, что зацепы, хоть и металлические Но довольно быстро изнашиваются от постоянного механического воздействия Питание шарами осуществляется через коробчатый магазин На пол пачки шаров Примерно на 2500 штук Через специальный разъём для подачи Сам магазин выполнен из прочного пластика Но не настолько, насколько бы этого хотелось Нередки случаи, когда их просто пробивали Если вам повезёт найти короб от Classic Army Не думая, меняйте на него Поскольку тот выполнен из более вязкого пластика Который делает его эксплуатацию на порядок тише и долговечней Рекомендую также подумать о шумоизоляции данного магазина Возрадуйтесь, ленивые задницы Вам более не надо подкручивать колёсико Магазин снабжён зачатками искусственного интеллекта И сам способен подать шары вам тогда, когда это необходимо Или отказать вам в этом Два режима подачи Постоянная и звуковая Рекомендую только вставленный свежий магазин Переключить в режим постоянной подачи До характерных щелчков После чего перейти на звуковую подачу Предусмотрен разъём для кнопки подачи Что делает обращение с коробом ещё удобней Кстати говоря, как и реальный прототип Пулемёт М249 способен питаться от обычных магазинов 5.56М серии Пулемёт имеет диаптрическую систему прицеливания Регулируется прицел как по горизонтали, так и по вертикали Также присутствует разбитие на сектора для компенсации расстояния до цели Мушка выполнена из стали В этой модели даже выполнен газовый регулятор А точнее его имитация Зачем это было сделано? Для меня так и осталось загадкой Айкей не могла обойтись и без косяков Но это болячка, так скажем, всех китайских тайваньских пулемётов Это сошки Конечно, не сами сошки Они неплохие Сделаны из прочной стали Имеют три уровня для разных условий Складываются в две стороны Под цевьё, где есть специальное углубление И вперёд Кстати, во избежание самопроизвольного вскрытия сошек Рекомендую их складывать именно вперёд Так вот, главная проблема их в том, что крепление, несущее основную нагрузку, выполнено из силумина Почему? Почему я хочу спросить у производителя? Чтобы мы все вспотели от идиотизма и парадоксальности конструкции? В общем, требуется замена и доработка Разумеется, привод далёк от совершенства Но и плюсов в нём немало Самое главное, пожалуй, это совместимость с приводами серии от Classic Army Такое чувство, что кто-то у кого-то подворовывал чертежи Также плюсом идёт его стоковый корпус гирбокса Он способен держать максимально разрешённый тюнинг Разумеется, для продолжительной и стабильной работы вам не избежать шимминга Как и впоследствии замены деталей на более выносливые Камеру Хопа можно и не менять Но её следует слегка доработать Потому как у неё есть противное свойство ползать от интенсивной стрельбы Проводку я бы тоже поменял Ну, что греха таить Минусом, пожалуй, также назову уникальную резинку Хопа У этого пулемёта она своя Так как это Mark I, то у него неподвижная ручка переноски Я бы её поменял на ручку, скажем, от М249 пара Поставил бы ключик, приобрёл бы ёмкий аккумулятор Благо, места под него хватает А впрочем, я точно уверен, что данный агрегат из коробки Спокойно выпрыгнет все 10 тысяч шаров И даже не подавится Вес где-то 5,5 килограмм В общем, увесистая штука И по весу немного не добирает до реального аналога Ну, а теперь я абсолютно уверен в том, что нам необходимо пострелять Я уже всё там приготовил Поехали Итак, джентльмены Исходные данные Расстояние примерно 40-45 метров Вон до тех мишеней Там 5 воздушных шаров И где-то 8 тарелок По которым мы и будем сейчас стрелять Это будет сложно Первым делом нам необходимо Включить подачу шаров Это лучше сделать на постоянной основе Пока он не начнёт щёлкать Пружина натянута Об этом говорит про щёлкивание её Следует отключить И рекомендую поставить, наверное, на звуковую подачу Для того, чтобы не сажать аккумуляторные батареи В общем, поехали Снять с предохранителя не забываем О, чуть не забыл Самое-то главное Очки 40 метров, но техника безопасности прежде всего Вот одна маленькая погрешность устранена Теперь я в полной безопасности Думаю, стоит приступить Думаю, стоит приступить Ну что, проблема была устранена Всему причиной оказалась моя криворукость Я просто неправильно поставил стволик Будьте внимательны и ставьте стволик правильно Для того, чтобы дырочки сходились с дырочками А пазики с пазиками Ну, думаю, пора там пострелять всё-таки В конце концов Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Попадание, безусловно, есть, но, по-моему, телёнок в 120 метров в секунду с расстояния 40 метров нам не хватает для того, чтобы лопнуть шар. Я, собственно, предлагаю подойти ближе. Мы попробуем сейчас померить по центральной тарелке. Попадаю ли я вообще в центральную и верхнюю тарелку? Я думаю, достаточно для того, чтобы понять, что сил 120 метров в секунду в этом пулемёте не хватает на то, чтобы пробить шар на расстоянии 40 метров. Ну, а по кучности сейчас глянем, сейчас глянем. Ну, попадания у нас вот здесь получились, здесь, здесь, вот здесь и здесь. И, собственно, поразить мишень размером с тарелку по струе с расстояния 40 метров не составляет проблем, несмотря на то, что в этом аппарате всего 120 метров в секунду. Шар даже попал, по-моему, вот сюда. Интересно, по каким законам Архимеда она сюда попала? Вполне возможно, что это когда я пристреливался, что-то случайно сюда зарядил. Ну, а я вам предлагаю, чтобы было веселее смотреть это видео, подойти ближе, ну, хотя бы до расстояния 25 метров или 20 метров. А вообще лучше в упор это всё расстрелять собачим. Собачим надо вырезать. И у меня это получилось! Походу, погода располагает и диктует свои правила. На улице слишком холодно и сел аккумулятор. Сегодня не очень удачный день для обзоров. Я так больше не могу. Мне хватит. Вот и парни не оборачиваются на взрыв. Я Itsуал! Я вверх! Субтитры сделал DimaTorzok Для тех, кто не подписался на мой канал, рекомендую подписаться и ожидать новых видео И спасибо за то, что остаетесь верными зрителями А это, кстати, предыдущие видео Всем удачи и пока! Шайса! Субтитры сделал DimaTorzok